Как известно, 12 декабря на пленарной сессии Генеральной Ассамблеи ООН единогласно была принята специальная резолюция, инициированная президентом Узбекистана «Просвещение и религиозная толерантность». Данный факт получил широкий и положительный резонанс в мире. О значении документа и о развертывании новых ветвей сотрудничества наш корреспондент беседовал с чрезвычайным и полномочным послом Республики Корея в нашей стране. «Становимся свидетелями больших перемен в Узбекистане под руководством президента Шавката Мирзиёева. Страна открылась перед нами в ином свете. Это меняющаяся, развивающаяся современная страна. Проводимые коренные реформы сегодня находят свое отражение во всем – в дипломатических связях, экономике, политике, обеспечении безопасности и других. Особенно ярко выражается это в социальной сфере, создаваемых для людей условиях. Достойна отдельного внимания, высокая оценка, данная Узбекистану, мировым сообществом. Это плоды работы, проводимой государством в области прав человека и уважения его чести и достоинства. Принята специальная резолюция «Просвещение и религиозная толерантность», инициированная Шавкатом Мирзиёевым в Генассамблее ООН. Это очень важная резолюция, и Корея полностью поддерживает ее. Свидетельством грамотной политики Шавката Мирзиёева служит и тот факт, что со стороны государственного секретаря США Узбекистан исключен из списка стран, вызывающих особую обеспокоенность. Развиваются двусторонние отношения между рядом государств, в том числе и с Кореей. Визит вашего главы государства в Республику Корея стал историческим событием, которое вывело на новый уровень двусторонней связи. Реализуются масштабные совместные проекты, и я надеюсь, что плодотворное сотрудничество будет продолжаться и впредь. Субтитры создавал DimaTorzok